Я до последнего момента не знал, что читать. В общем, сейчас будет веселое стихотворение про осень. А вы думаете, что оно про весну и будет? В принципе, одно и то же, там разницы нет. Я просыпаюсь в шесть утра. Я ненавижу эту пару года. Я ненавижу тех людей, что спят. Когда иду один, я на работу. Я мало ем, я устаю все время. На улице дожди и грязь. Я, как и вы, застрял в этой системе. Я еду в гребаном троллейбусе теснясь. Я вовсе не ложусь поспать. Я полная и смотанная Джека. Все чаще начинаю закипать. А почему? Мне не найти ответа. Я сам виновен в такой жизни. Я сам послушал тех людей, хоть я и говорил себе, что с ними будет лишь мрачнее. И вот опали листья все. И дворником работы стало много. А я внизу лежу на самом дне. В руке бутылка дешевого, спиртного. Хоть что-то греет душу. Хоть что-то мне приносит радость. О, жгучая вода, ты так священна. Скорбить потом не в пером кругу ада. К чему веду я? Осень — это смерть. Мы все больны, мы все подобны лисиям. Но опадаем мы за свою лень. За боль, которую мы причиняем близким. За ложь, за зло, за то, что предаем. Мне кажется, добрее надо быть другим. Душа наша становится гнильем. И это гнилью сильно дороже. Спасибо. В общем, следующее. Вот прям вообще не про любовь. И вообще не веселое. И вообще, наверное, половина сейчас уйдет. Ну ладно, все еще. Месяца два назад я столкнулся в интернете на фотку, где дети в Палестине вроде или в Ираке черепами в футбол играли. Это довольно-таки жутко. И в общем, вот. Ты видел то видео, где человеку отрезали голову? А то, где дети черепами в футбол играли? Нет? Так чего ты смеешься? Почему улыбаешься? Думаешь, мир стал таким? Просто мы одичали. Брат на брата идет с автоматом заряженным. Правительство до последнего крадет с нашего кармана. Я помню, как при мне убили человека. Я видел, как сын из квартиры пинками гнал маму. Тебе до сих пор весело, мразь. Хорошо, я расскажу про Крововое море. В соседнем дворе спалили заживо человека. Ребенка грудного нашли мертвым в помоях. Хватит? Или еще немного истории? Чудо-страна почти приблизилась к Сирии. Война со своими прожиточный минимум 38 баксов. Что-то против имеешь? Инакомыслящий ты. Значит, вуда. Смерть тебе, значит. Уже не так весело? Понял, где ты живешь? В самой страшной эпохе за все времена. Скажи спасибо, что не твоей головой играли в футбол. Скажи спасибо, что на плечах она у тебя. Спасибо. А сколько я уже читаю? Минуты три иду. Ну ладно. Недавно было 9 мая. И вот я хочу прочесть стихотворение, посвященное этому. Это не мое, это Дима птицами. Классный автор. Как это мы начнем? Есть разница. Помнишь, тогда убивали газом? Теперь безразличием. Улыбнись. Сегодня твой праздник. Огромные капли дождя пробивают карниз. Письма рукой дрожащие. В палых глазницы. Все чаще твой мертвый друг крепко обнимает тебя. Но это только снится. Просто снится. Артиллерийский огонь не смолкает. В голове. Все в голове и никуда не деться. Ты помнишь, что такое Дахау и Освенцим? И как люди становились облаками. Над крематорием. Кто в штабе сидел, а кто волок знамя. Сегодня разницы не заметили. Они же не знают, как тебе было в августе 43-го. Слезы горькие. И с кровью кашель. Все ради державы. По телевизору покажу тех, кто оружие в руках. Никогда не держал. И вручат очередную медаль за зазлугу. Вот она, свобода. Здравствуй. Вместо близких гранит. А ты третит на саниме фото хранишь. Она там последний раз улыбается. Празднуй. Выйди на улицу. Посмотри вверх. Там же красиво очень. Это в твою честь фейерверк. Явно в твою честь марши на площади. И молодежь в жопу пьяная. В центре и на околице тоже. В твою честь. Тебя помнят. А тебе беспокоятся. Несут флаги красные. Но только сегодня. Только сейчас. А завтра ты нахер не нужен до следующих майских праздников. Ну что, ветераны. Еще живы? Советский Союз. Союз нерушимый. Помнишь? Тогда убивали газом. Теперь безразличием. Уже нет разницы. Нет разницы. Спасибо. Последний. Такой долгий путь уже пройден. Так много оставлено позади. Тех бывших друзей не хватает. Но этих бывших лучше забыть. Осколки памяти в сердце занозы. Я часто плачу. Много соли в глазах. Я вспоминаю то детство, те звезды. И как меня окружали друзья. Ножными спина еще не была. А сердце не знало покалываний. Сейчас же лишь серая полоса. Хотел бы я знать все заранее. Нужна помощь? Никто не поможет. На твои похороны никто не придет. Меня пробивает до дрожи. Безразличие тех, за кого сдохнуть готов. Сердце друзей почернело от злобы. Погас тот маленький фитилек. Я все это вижу и мурашки по коже. Бегут. Не жалея ногу. Наши сердца требовали перемен. Сейчас рутина все это заменяет. Рабы системы. Попали мы в плен на остров, с которого они убегают. Еще дольше путь предстоит мне пройти. Еще больше надо в прошлом оставить. Обида, ревность и злость позади. Осталась лишь память. Потрепанная годами дырявая память. Спасибо.